День 1616, Алекс на связи. Профессионалы часто предлагают купить какую-нибудь систему умного дома за кучу миллионов. Они ее там смонтируют, настроят, она даже будет работать. Рассказывают про всякие интерфейсы, протоколы. Очень надежные, которые будут работать вечно. В магазинах то, что продается, это, конечно, вообще никуда не годится. Обычно это разные устройства разных производителей. И если даже и купил эти устройства, то непонятно, что с ними делать. То есть прийти домой, настроить, установить приложение, понажимать какие-нибудь кнопочки в приложении по инструкции. И непонятно дальше, что это дает, как с этим жить, сколько это все проработает. Конечно, никто не рассказывает. Если делать самому, то сразу начинает пугать, что нужно знать какой-то Linux, нужно разбираться с какими-то протоколами, изучать какие-нибудь разные технологии работы этих устройств и разные датчики. И изучать разные системы умного дома. Например, с разными названиями. Фом Ассистент, OpenHub и другие. Что, конечно, сразу начинает отпугивать, если человек не погружен в эти технологии, не сталкивался с ними и вообще не программист. Еще для того, чтобы все это заработало, нужно купить какой-то сервер, на нем установить какие-нибудь дополнительные стики, которые тоже нужно заранее перепрошить. А для этого нужно купить еще какое-нибудь специальное устройство. И нужно изучить это все и понять, как это работает. И иногда даже просто страшно подключать эти устройства к компьютеру, потому что неизвестно, сгорит оно устройство или сгорит компьютер. И, конечно, каждый раз нужно внимательно подходить, вспоминать, как работает электричество, как работают все схемы электрические. Что можно делать, что нельзя делать. Это, конечно, все нужно изучать. Ну и даже, конечно, когда ты все настроил, все равно нужно понимать, как это все будет работать вместе. Какие нужны разные интерфейсы настраивать. Как их настраивать, как подключать между собой разные экосистемы. Как писать сценарии, как придумывать наименование этих сценариев. Это очень много всего. И, конечно, человек, который не погружен в такие вещи, то ему будет очень сложно разобраться. Но даже если человек и программист, или какой-нибудь компьютерщик, который понимает, в принципе, как это все работает. И даже, может быть, у него есть специальное образование. Даже в этом случае не всегда легко разобраться. И нужно потратить очень много времени на то, чтобы, в принципе, понять, как это все должно работать. Конечно, когда я купил кондиционер, его устанавливают специальные монтажники, профессионалы, а не человек, сам себе его устанавливает. Потому что все должно работать правильно. Все это нужно иметь специальный инструмент, нужно специальные знания иметь, понимать, как он работает. Или там нужно, если, например, сделать электрическую проводку в квартире, или как-то ее изменить. Тут тоже нужен, соответственно, какой-нибудь профессионал, электрик, который разбирается, какой провод нужен, какие автоматы, какие выключатели, какие разные соединители использовать. Поэтому, конечно, не любой это сможет сделать. Или, если даже, допустим, установить какой-нибудь счетчик воды, понятно, что изначально они, конечно, тоже устанавливаются сантехникам, которые умеют правильно прикручивать и, в принципе, даже должны разбираться и иметь специальную лицензию на это. Конечно, все эти технологии, которые сейчас используются в обычной жизни, они, конечно, уже появились очень давно, все уже к ним привыкли. И, конечно, это уже некоторый такой минимум, без которого никто не захочет жить. Потому что, например, вряд ли кто-то захочет кипятить воду в кастрюле. Для того, чтобы помыться, или сидеть в киноте, или подойти к телевизору и нажимать кнопку вручную на переключение каналов, так уже никто не делает. Когда он дома станет обязательным, конечно, сложно сказать. Еще лет 50 назад придумали стиральные машины, посудомоечные машины, электрические чайники и другие устройства. Также был придуман и давно пульт от телевизора. Конечно, все это уже привычно, всем этим уже привыкли пользоваться. И это, конечно, не вызывает сомнений. И никто не хочет отказываться от этих устройств. И это, конечно, удобно. Но новые технологии, они, конечно, заходят с трудом. Например, я давно хочу купить робот-пылесос. Но есть одна большая проблема, что просто на самом деле ему негде ездить. И он просто застрянет в ближайшем повороте, потому что нужно освободить пол везде. Нужно куда-то придумать, куда поставить его станцию, чтобы он там мог подъехать. У меня просто в квартире нет свободного места, чтобы этому пылесосу где-то развернуться. Конечно, когда-нибудь, когда там в следующей квартире или в следующем доме, там можно заранее подумать о том, что, наверное, будет робот-пылесос. Наверное, он будет как-то ездить и уже под это рассчитывать все. Но в современных домах это, скорее всего, еще не скоро появится. И даже те, кто использует и кто купил уже пылесосы, они все равно используют их не на полную мощность. Потому что все равно нужно, чтобы квартира или дом были для этого предназначены. Когда я купил Яндекс.Станцию, колонку, конечно, было тоже непривычно пользоваться голосом. Но потом постепенно я начал включать музыку сначала, потом спрашивать погоду. Потом, когда появились уже устройства, начал давать одну голосовую команду, другую голосовую команду. Они, конечно, достаточно сложные и все их запомнить сразу не получается. Но постепенно оказывается, что это вполне удобно. То есть, иногда там не надо лишний раз подойти, лишний раз искать пульт или какую-то кнопку. И, в принципе, гораздо проще голосом сказать, оказывается. И так постепенно привыкаешь и, в принципе, становится достаточно часто использоваться это устройство. И такой способ связи с умным домом. Например, когда я автоматизировал счетчик воды, то, конечно, я уже, наверное, полгода не видел счетчик вживую. И нормально он передает значение. И я их могу спокойно считать уже в системе умного дома. Когда мне это будет необходимо в любом месте. Особенно, когда приходит напоминание от управляющей компании о том, что нужно уже заплатить. Это, конечно, сильно упрощает жизнь. И не надо там каждый раз брать телефон, идти, допустим, в туалет или ванну. Открывать люк, смотреть, включать на телефоне вспышку, фотографировать. Потом закрывать, потом идти на телефон и смотреть, что же там все-таки было сфотографировано. И потом эту цифру вбивать уже в какую-то систему для подачи показаний. Конечно, гораздо удобнее просто эту цифру увидеть в системе умного дома. Ну, конечно, было бы совсем хорошо, как уже у некоторых работает, что автоматически собирается. В принципе, все счетчики давно уже на это рассчитаны. Уже управляющая компания установила какой-нибудь специальный модуль, который собирает показания с этих счетчиков. И автоматически собирается. Но это тоже, в принципе, уже некоторый элемент умного дома. В принципе, таких элементов умного дома, конечно, их очень много. Например, кондиционер, он автоматически регулирует температуру, поддерживает ее на определенном уровне. Можно настроить на нем разные параметры в зависимости от времени суток или по каким-то другим условиям. Например, теплый пол, он тоже является элементом умного дома. Он также поддерживает температуру определенную. Но, конечно, он не может автоматически измерять. Ну, даже есть, в принципе, такие термостаты, которые могут измерять температуру воздуха и под нее подстраиваться, а не только под температуру самого пола. И это, конечно, уже тоже считается частью умного дома, какие-то умные функции. И, конечно, постепенно и к таким функциям начинаешь привыкать. Кто-то ставит еще домофоны, которые позволяют смотреть, кто пришел там через какой-нибудь видеоэкран. Или даже есть еще более продвинутые домофоны, которые могут видеть через специальное приложение, показывать. Но это тоже кусочек умного дома. И, конечно, было бы неплохо это все интегрировать в одну систему. Что касается цены, то, конечно, все эти устройства для умного дома, и термостаты умные, и другие умные устройства, они, в принципе, по цене не намного дороже обычных термостатов или устройств. Поэтому, конечно, можно сразу брать и покупать более умное устройство. Ну, желательно, конечно, выопределиться с протоколом связей. Но, в принципе, если это даже Wi-Fi или, там, не важно, другой формат обмена информацией, то, конечно, можно и такое любое, в принципе, устройство интегрировать уже будет в умный дом, если вдруг такая необходимость появится.